Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Первое послание к Фессалонии Кейтсона. Пятая глава. С 15 по 18 стихи. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за злом, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь. Не пристанно молитесь. За все благодарите. Ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Последнее воззвание. За все благодарите. Умеем ли мы благодарить? И какую роль перед Богом имеет наше благодарение? Если кто не знает, напомню еще, что молитва трехступенчатая. Первое это просительное. Дай, помоги, спаси, сохрани, сокрой. Второе благодарственное. За все благодарите. Написано за все. И третье словословие. Оно нам уже ничего не дает, не просит. Мы только славим, соединяясь с ангелами. Прочитаем несколько мест из Святой Библии. Слово благодарность встречается в Библии 135 раз. 135 раз, если мы не благодарим, мы прошли мимо указаний Бога. Притом не просто благодарить, а особое богослужение было. Даже в самые трудные моменты для Израиля жертва благодарения была. Несколько мест прочитаем. Книга Левит. 7 глава, 12 стих. Это богослужебная книга. Прямое указание, как служба должна идти. Богослужение, то есть. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, и хлебы смешанные с елеем. У нас нет такого устава, как благодарить. Но обещание Божие абсолютно точное. Если мы благодарны Богу, а благодарить мы можем чем? Обещанием того, что служили Богу, служить доброй совестью. Что-то у тебя есть. Ты отложи десятину. Ты посмотри, как тебя Бог благословит. Считаем мы первое паралепоминон 16.4. То есть паралепоминон это добавочное. В четырем книгам царств. И поставил на службу пред Ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они словословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилю. Специальные указания. Это устав. Вот как сейчас в церкви идет, что за чем считать. Так у них это было. У нас этого нет. И что из этого получилось, мы дальше увидим. 23.30. Первое паралепоминон. 23.30. Глава 30 стих. И чтобы становились каждое утро благодарить и словословить Господа. Так же и вечером. Благодарить и словословить. Это указание прямое. Далее книга Ниемия, не стал даже брать. 12 раз напоминает. Плененные возвратились за все. Ну один раз. Поставь задачу. Я сегодня буду Бога благодарить. А у нас только Господи помилуй 40 раз. Этого нигде нету 40 раз. Ни в Библии нигде нету. Это нам просто показали, что люди не верующие в Бога. А сколько раз? Самое большее два раза есть. Господи мой Господи. Добавь. Два раза. Даже три раза нигде нету. 40 раз за по нескольку раз. И с такой скоростью считает. Не о Господи, не о помилуй. Это мы кощунствуем. Златоус говорит, если молитва твоя выше потолка не идет, ты оскорбляешь Бога. Ты вдумайся в те слова, когда днем или ночью, но одинаково. Приучи к этому тех, кто около тебя рядом. И особенно с детьми. Чтобы они были благодарны, что родители верующие. Что Отец заботится о них. Поднимает на молитву. Защищает, кормит. А я ничем не обязан. А по отношению Отца-то Небесного то же самое. Кто дал землю? Кто пролил свет? Кто дает дождь? Он. Имя Ему наш Бог. Они знали как Яхва и Егова. Нам Он открыт как Отец, Сын и Дух Святой. Слово благодарения наполняет все Священное Писание. Это так трогательно, что я пытался найти хотя бы у одного где-то пророка. Нет благодарности. Везде благодарность. И при том особым чином идет. Особое приношение. И нельзя было по-другому сделать. Какой запас у тебя хлеба был, неважно. С тобой было добро? Да. Поблагодари Бога, что удачно у тебя. Что овцы остались живы? И дальше перечисляет все. Болела жена? Выздоровела. Ребенок потерялся? Нашелся? Бывает и с плена вернулся живой. И что дальше? Ничего нету. Ты скажи Господу, Господи, чем я могу тебя отблагодарить, кроме слабословия? Притом запиши. Не раз отблагодари, а на всю жизнь поставь за руку. Если нам все милости, Господи, вспоминать, считать, нам времени не хватит ни на что, только будем размышлять, смотреть и радоваться. В каком прекрасном месте живем. Сколько травы. Люди держат скот. Я дорогой проезжал, видел. Ничего нету. Стада какие. Бочки привозят воду. А у нас вода на каждом шагу. Ты благодари Бога, что по сегодняшний день Бог не отвратил тебя от себя. Бог говорит, я устал миловать. Ты отверг меня. Да не будет этого с нами. Мы сейчас дойдем до того момента, когда будет говориться о благодарности друг другу. О благодарности власти неверующей. И тут мы должны благодарны быть. Я вот сегодня выслушал, один нападает на депутата, и она в самом деле сурово поступает везде. Бывшая прокурор издает закон. Вот мы ходим проповедуем. Нельзя делать без документа. Иначе там что-то сделают. А что для документа нужно? Показать, что мы зарегистрированы, и что проповедники эти прошли занятия, и им священник доверяет и поставит пищать. Как завопили верующие, а нас предупредили. Мы в течение двух дней 18 уже справок дали. 18 человек вышли на проповедь. Ни два, ни три. Вам повредил закон? Нет, не повредил. Но власть заботится о том. И сдали закон сейчас то, что по телефону говорил. Все до одного разговора в архиве находятся. Речь шла только 3 года или 5 лет хранить. Это она, женщина одна. Показали, какая она прям сильные нападки. Но я не нашел ничего, что было против. Это помогает обнаружить преступников. Сколько похищается? Ты думаешь, 2-3 ребенка? Я зашел в милицию, видя потеряны, потеряны. А знакомые милиции, я спрашиваю, неужели столько потерялось? Они даже засмеялись. Вы не знаете, сколько теряется? 50 тысяч в год. 50 тысяч! А куда же вы смотрите? Бесследно исчезают. И только намеки остаются. Где эти опыты делали, чтобы нам теперь это все сделать? Не просто так. Ну, значит, не заладила с мужем. Заладила. У нее ребенок. Она зашла в магазин купить молочко. Там видели, что она вышла. Больше никто не видел по сегодняшний день. Вас благодарит Бога, что Он вразумляет нас на чужих пока опытах. Я живу, и рядом со мной сосед. Пошел за хлебом, приходит соседка, лежит мертвая, зарезанная. Зарезанная! И на училище, вот, а нет, открытые двери. А почему? Ну, поймали там какой-то наркоман, чего-то не дала, денег, и там неизвестно. Почему дверь не закрыть? Почему шторки не задернуть? Берегите себя! Нам опыт чужой никак не помешает. Иеремия, 17-26. Это совершенно другой персонаж. Как он относится к этому? Заботящийся о пленных. И будут приходить из городов иудейских, из окрестностей Иерусалима и из земли Вениаминовой. И сравнены с гор, и с юга. И приносить все сожжения и жертвы, и хлебное приношение, и ливан, и благодарственные жертвы в дом Господний. Из плена. Ничего нет у людей. Вокруг враги. А из плена вышли, это мало? Вот нам говорят, ой, как раньше было хорошо. Я говорю, что хорошо? Риверная колбаса дешевая была. Я бы никогда не смог сделать то, что сделал. Ни детский лагерь открыть, ни деревню здесь там образовали. Хорошо или плохо, но вы живете здесь. Так это не все. Сколько было проповедей, поездок, помилок. Этого ничего не было бы, как в Северной Корее. Почему Бога не возблагодарить? Все какие-то клятвы, проклятия. Ты сегодня начни. Ты видишь той свободы, которую нам дает Господь через место. Власть. Нам вполне этого достаточно. Я вам говорил, вот в представительстве Совета приехало в ее власть что-то. И она обращается за вопросом, и как разрешить. Знаю, что мы проповедуем. Говорим, она все знает, смотрит. И никаких препятствий. Притом не как-то, а от властей. Господи, слава тебе. Вы знаете, во время Великого Поста первые четыре дня считается канон Андрея Кривского. А потом уже на пятой неделе, за один день, ну просто так, как говорят, для отмазки. В университете, где я вел занятия, мы разбирали этот канон. Ушло несколько месяцев. А здесь за один день. Двести с лишним библейских событий считается. И на каждое событие, помилуй меня Боже, помилуй меня. А где вторая ступень благодарения? Теперь есть, благодарим тебя, Христе Божий наш, за те же самые события, какие поминает Андрей Кривский. Ну а третье, это, конечно, славословие. Те же самые события. Изменить всего несколько моментов, как посмотреть на это. В одном месте, помилуй меня Боже, они и не витяне погибли. Погибли спустя 70 лет. Господи, слава тебе, ты пощадил тогда. А почему дальше не поблагодарить? Господи, как было трудно. И Иона пошел туда. Не хотел идти. Но ты даже киту не повелел его растворить внутри себя. И он там возвал головотина опутанная, а он молится. Благодарим тебя, Господи, что порок, и он остался живой. Написал такую книгу прекрасную. Вот и все. Больше ничего не надо. Подняться с той ступени. А почему он его написал? Тоже надо знать. Много на земле книг. Сегодня прямо показывает, каждую секунду буквально меняется количество книг. В мире сколько? Сколько издается? Самая популярная, святая Библия. В Библии самая популярная не Евангелие, а Псалтирь. А Псалтирь самый популярный, 50-й Псалом. А чем он вызван? Грехопадением. Два смертных греха сделал царь и пророк Давид. И он не отчаялся. И Златоуст говорит, как бы глубоко ни пал, не отчаивайся. Я не побуждаю к греху. Но Нил Сенатский говорит, согрешить это дело человеческое. А отчаиваться дело сатанинское. Возблагодари Бога, что во время греха не погиб. Как ты дивен Господь. Чья-то молитва достигла Бога. Благодарю тебя. Я не 10 не исцелились. А где остальные 9? Один пришел. Один благодарит. Это выходит в мире, едва ли одна десятая часть благодарит Бога за милости явные. Болеет человек? И исцелились болезни. Многие умерли. А ты живой остался. Как Нейман был благодарен. Уже уехал все. Теперь он посылает дары, чтобы получить. Или все. Ну, перехватил там один. Потомкам оставил по себе проказу за неблагодарность. И дети рождаются все прокаженные. И дочери. Еремея 33, 11. Опять будет слышен голос радости и голос веселья. Голос жениха и голос невесты. Голос говорящих. Славьте Господа Савофа. Ибо благ Господь. Ибо вовек милость его. И голос приносящих жертву благодарения в доме Господнем. Ибо я возращу плененных всей земли в прежнее состояние. Говорит Господь. Смотрите, как с трудным звуком собирает людей. Вышли. Царь расположился. Отпустил. Дает охрану. Сказал, пока не построят там храм, платить им что-то. Ну, по сегодняшню, что там, пенсии назначили. Материалам помогать. Тут не помогали. Все равно как-то состоялось что-то. И благодарите Бога. И благодарите Царя. Они обещали молиться за Него. Иезекиер 45.17. Это разные пророки. Но все говорят об одном. Радостью наполни сердце благодарения. Могло быть хуже. А на обязанности князя будет лежать все сожжения и хлебное приношение, и возлияние в праздники, и в Новомесяче, и в субботы, и во все торжества Дома Израилева. Он должен будет приносить жертву за грех, и хлебное приношение, и все сожжения в жертву, благодарственную, для очищения Дома Израилевого. Знаете, слава Богу за все. Как там, благодарить Бога за то, что Бог дает людям что-то изобретать полезное. Полезное самое то, через что мы приобретаем души. Не мы, Господь. Это самое ценное. Люди что-то говорят, там, на евреях. Ты одно только помня. Определенно, Павел говорит, великое преимущество быть иудеем. А наипаще в том, что им верено Слово Божие. Мне вчера пришлось записать такой ролик об этом. Сколько было стран, народностей, уже и в Америке были, и в Африке. Никто не сохранил ни одной строчки, которую бы люди сегодня считали и умилялись. А Израиль сохранил. Как они сумели сохранить среди гонений, пленений? Его сотни раз обыскивали, я испытал это. И все равно можно... И притом ни на память не восстанавливали. На память никак не пойдет. Говорит, пойдет. А передать переписывать для переписки нет. Евреи, когда переписывают особая бумага, особый пергамент, особый человек, особая чернила, с чем пишут. И когда он пишет, никто не имеет права подойти к нему. Если он пишет слово Бог, называет Саваофтом Егова, хотя бы война была, землетрясение, враги наши напали, не прерви, пока не напишешь. Написал строчку, посмотри, с какой книги списываешь, она истрепалась уже, свитки. Сколько букв, заново пересчитай. Это как надо было быть внимательными. Притом, гласных не было, они согласны, даже не верятся. Убери у нас гласные. Что ты будешь считать? Горля. А что это? Горля. Горля. А может быть, что-то другое. Я этого никак по седению не пойму, зная, что Бог дал гласные и согласные. И стоит цифра, сколько в строчке. Идет проверка. Если найдены две ошибки, упущены или добавлены, а свиток пишет, чтобы на третий год он уничтожается. А теперь кто-то говорит, да Библию переписывали, запускали ошибки, умышленно искажали. Нет. Нет, вас благодари Бога. Что мы знаем? Мы так на своем языке говорим так, что грамотный человек нам на каждом шагу будет говорить. Не там ударение. Я вот насчитывал книги. И, ну, кто слушает, знает, говорит, о, это считает настоящий за это, там, архипелаг считает. А другой, не там ударение делать, его мало расстрелять за это. Вот как мы относимся к своему языку, к незнанию, а виноватым мы, родителям, и как мы относимся к переводчикам, которые дали нам Библию на русском языке. Ни два, ни три. Четыре духовные академии творились. И мы должны включить у себя в молитву. Господи, как ты дивно велик. Ты дал нам слово на понятном русском языке. Притом один алтайский, архимандрит, Макарий Глухарев, канонизированный. Канонизированный. Но я знаю, кто поднял эту тему. Борис Пивоваров. Митрополит Пилипп. Чтобы перевести Библию на латинский язык для католиков. Иероним Стридонский, его по их жилу Джером, 30 лет провел в Кирилле, в пещере. И у старого еврея учил язык, сравнивал одно с другим. 30 лет непрерывного труда. И по сегодняшний день никто лучше не переведет. И мы за это должны благодарить. За все, что окружает нас. И тогда сердце, наполненное благодарностью, уже некогда будет другими делами пустыми заниматься, пустословить. Амос 5.22. Почему Амос считают? Не знаю. Амос? Если вознесете мне все сожжения и хлебные приношения, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Когда люди согрешают, отвращаются от Бога. И обращаются к шумурум Богу. Бог благодарственную молитву не принимает. Это фальшь. И при том неблагодарный. Слово неблагодарный. В целом реестре самых отрицательных качеств человека. Посмотрим в Новом Завете. Матфея 15.36. И взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим. А ученики народу? Мы как молитвы, что нам благодарим? Благодарим Тебя, Христе Божий, наш яко насытился нах. После обеда. А у Господь все время до обеда. Почему у нас этого нет? Не знаю. Ну а как благодарить, если я еще не ел? Да еще как, готовили, может быть, и есть не будешь. Заранее благодари. Будет все по вкусу тебе. Вас благодарил, преломил и дал. Что после еды, Господь, я не нашел такого. Может быть, это обычный такой был. А это означает, я знаю, меня Бог не оставит. Он обязательно кормит. Давид говорит, я прожил жизнь и не видел правильника оставленными и детей, упросящими хлеба. Не видел. Хотя были голодные годы. Матфея 26-27. Смотрите, как мы считаем это Слово Божие. Я делаю только связующие такие связки, показать, что всегда Бог ждет от нас этого. От нас больше ничего и нет. И взяв чашу, и благодарив, подал им и сказал, пейте из нее все. Как с благодарностью? Ты правильно просчитал? 26-27? 27. Возблагодарив. Это и в причастии, и всюду, и везде. Там я что, в алтаре не касаюсь, но знаю, что благодарение и должно наполнять от края до края храм и сердца каждого человека. Марка 8-6. Что нам Марк скажет? Тогда велел народу возлечь на землю, и взяв семь хлебов, и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали. Лука 6-35. Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и займы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда велика, и будете сынами Всевышнего, ибо он благ и к неблагодарным и злым. Когда люди каются, приходят к Богу, и Господь это замещает. Наше отношение к жизни на сегодняшний день должно соответствовать Писанию так, как будто сегодня мы уйдем из этих жизней. Лука 17-16. И пал ниц к ногам его, благодаря его, и это было самовереним. Падает к ногам. Огняный себе известный. Вот, пожалуйста, мы считаем. Деяние 24-3. Всегда и везде, со всякой благодарностью, призываем мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром и твоему попечению благоустроением всего народа. Парну суд. Требует суда Кесарева. Его бы там побили, но если бы сказал, требует суда Кесарева, он делается неприкасаемым. И вот до Кесарева его везли два года. И теперь он благодарит Феликса, ну там же там еще был правитель, как прокуратор. Вспоминаем дела, какие неизвестны, я нигде этого не нашел. Не то, чтобы польстить хотел, это в самом деле так было. Мы должны помнить, что мы получили, до чего Господь допустил. Мы должны молиться за царей, за начальствующих. Все время спрашивать, как относится там президенту. Любите, что любите, это не сахарная баба, любите ее. Баба-то, большой кусок сахара раньше был. Мы обязаны молиться, поминать правителей, чтобы жизнь была тихой и безмятежной. Ни на какие демонстрации, где идут, чего-то требуют, никогда не ходите. Это смутьяны делают. Люди, которых Бога не знают. Нам Бог открыл, что мы должны жить тихо и безмятежно, прославляя Бога. А где можно правительство сказать? Скажи, напиши. Римлянам 1.8. Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. Вот за это надо благодарить, что нам Бог открыл это. И благовестище, скорее, община. Нас два-три человека, это уже община. И сколько мы сказали, сколько посеяли, сколько людей пришло. И почти каждый день у меня интересные-интересные встречи бывают. Вчера Иглек Джо, он как на туркмена похож. И не говорит ни одного слова, пишет. И пишет чисто по-английски, чисто по-русски. Прям быстро. Я до того удивился и спросил, кто он пишет? Кореец из Южной Кореи. А как ты так русский знаешь? А мама тут преподает русскую литературу, русский язык. И что говорю о Боге, принимает. Но разговора не было. Это Господь показал, как далеко евангельская пропасть проникла. Когда узнаешь, что люди обращаются к Богу. Один отсидел где-то 44 года, в тюрьмах был, вор в законе. А потом обратился к Богу. И опять же протестанты неправославные. И он там у них теперь ведущий, пресвитер или кто-то. Почему мы не видим, где можем посеять, где можем сказать? Забыв все указать на милость Божию, Сын Божий сошел с неба. Воплотился Девы Марии. Девы Марии, как мы благодарны Тебе, что Ты подготовила себя. И через Тебя мы получили самое великое, что только можно помыслить. Спасение во Христе Иисусе. Римлянам 1, 21. Вы здесь внимательно посмотрите. Перечисление грехов. Но как они, познавши Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствовании своих, и омрачилось несмысленное их сердце. И далее. Называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и чертоногими присмывающим. И далее. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись, и служили тварью вместо Творца. И вот дальше перечисляйте неблагодарность. 6, 17. Не знаю, там пометка есть или нет. Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. И Павел за это благодарил. Мы должны благодарить Бога, что нам Бог открыл святую православную веру. Сколько заблуждений, сколько новых названий. Только в одной Америке 21 тысяча разных сект. Как нам Бог открыл это? А если бы родились мы в другой среде, нашли бы Бога? Хотя есть такие люди, которые совсем даже не христиане. И Бог их призывает, и они рискуют жизнью. Показывает, сколько молодых людей сразу, 26 убили. Убили христиан молодых. Я просто назову места, которые вы можете посчитать. 1 Коринфянам 1, 14. 14, 16. 1 Тимофею 2, 11. 2 Тимофею 3, 2. И откровение, просчитаем, 4, 6. В откровение даже, и там благодарность. Откровение 4, 6. У меня закладок не хватило. Такой богатый материал. И он нас настраивает, чтобы мы на второй ступеньке почаще были. Благодарение. А благодарить есть за что, поверьте. Я как-то задал загадку тут. Я говорю, есть один человек, наш современник. Он очень знаменитый. Знаменитый президентом. Его только обняли, поцеловали миллионы людей. Такого человека никогда на земле не было. И мы его современники. И он проповедник. Если никто не знает, я скажу, Них Гущич, серб. Отец стоял в коридоре, ждал известия. Хирург вышел и говорит, сын без руки. Он боморок, пополз по стене. У него плоден выходит, у него и второй руки нет. А потом, говорит, и ног обоих нет. И он без рук, без ног сейчас живет. Это даже вообразить нельзя. И проповедует о Христе. И опять же не православных, это сербы православные. Что мы делаем? Какие жемчужины уплывают от нас? Я встречался с сербами. Вера православная. И он там среди арабов, среди турок, среди африканцев. Президент его, папа римский, он здесь приезжал. Самые богатые люди призывают только прикоснуться к нему. По сравнению с ним-то вы не просто так. Как один учитель, слыша, как ученик жалуется, ничего нет. Он говорит, ты богатый. Ты благодари Бога. Как я богатый? Сегодня можно одну почку продать. Я говорю, как отдам? Ну разрежут, отдадут, деньги дадут. О, нет. Сегодня можно то-то продать. И начал там глаз... Так ты богатый? Да, богатый. Все, больше никогда не стал стонать. Сколько ж тебе Бог дал? И представьте, за него фотомодель вышла. И показывает, как он теперь ребенка носит. А она его на коляске катит, этого мужа. И он всегда веселый и радостный. И откровение 4.6. И пред престола море стеклянное, подобное кристаллу. И посреди престола и вокруг престола 4 животных, исполненных отчей спереди и сзади. И все благодарят. Еще одно место можно прочитать. 11.17. Откровение. Откровение. Все понимают, это апокалипсис, это события мирового масштаба, войны, смерти, чипирование. Здесь другое. Говоря, благодарим Тебя, Господи, Божий Содержитель, Который неси и был, и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился. Так, чтобы понять, о чем я говорил дома, соберитесь все за столом и скажите, что бы хотел сказать Господу, поблагодарить. И ты увидишь, как начнет наполняться эта тетрадь. И возблагодарив Бога, попросите это на молитве. Прими молитву благодарности, Господи. Вторая ступенька наша, почему она все время свободная-то? А ведь болели, болели. Живые остались? Живые. Скольких людей обокрали. Показывают в Греции, какие пожары ужасно. И какие щелеса Бог творит. Стоит там какой-то монастырек, там дом. Вокруг листья, вот как здесь вот у нас разного цвета, сгоревшие. И там к монастырю не один. Листья-то они загораются на 10 метров еще в стороне. Два чуда в Греции, как сегодня показывают. Я посмотрел. Нигде не видел, что так небрежно крестились. Крестятся вот так, подходят. Вот так вот и вот здесь вот так. Как так? Один подходит, я не знаю, что там у них. Мощи лежат. А так вот, а рукой. Как это так? Это же греки наши учителя. Что это за молитва? Я могу показать. Это очень ясно. Да даст нам Господь найти доброе, возблагодарить Его истинным крестным знамением, богатством, которым нас Бог наградил. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь.